Сегодня наш сюжет посвящен поняге, грузовой платформе охотников. Сначала мы покажем вам как переносятся легкие грузы, а потом как крупные негабаритные. Дядя Толь, вот ты 10 лет назад показывал мне и рассказывал зрителям про понягу. Я смотрю за 10 лет которые прошли рюкзака у тебя станкового не появилось, хотя ты мог бы себе позволить рюкзак хороший купить. Но зато у появилась вторая поняга. Вот это вот поняги, как говорится, в этой памяти нет. Да, это мы ее 10 лет назад показывали. А где новая? А вон новая, сейчас покажу новую. Под карасей, чтобы спину не намочить. Мы тогда с тобой в гараже показали понягу, как пользоваться не показали. Сейчас дядя Толя покажет новую еще понягу. И мне он тоже подарил понягу. Классную такую. Вот это я считаю легкая поняга, а вот это побольше. Это грузовая. Вот сюда можно положить вот эту лодку, мешок. Вот так вот сюда. И все это втягивается. Вот этим вот. Наматывается сюда. Одна лямка крепится намертво. Правая. А левая свободная. Вот когда одеваешь. Вот так вот берешь. Вот так руку подложил. И на плечо. Ха. Через голову перекинул. И за палочку. Вот что торчит. На колышек. Все. Упал допустим. С резаком. Я не представляю, как вылазить. А это вот выдернул. И все свалилось. Вот дядя Толя даже рассказывал, что приходилось на колено вставать, чтобы столько веса было на понятии, чтобы ее поднять. Да. С колена значит не поднимешь. И двумя руками держаться за обе лямки. Да. Вот так. А чай. Как они называются? Заводские подрюкзаки. Станки. Станки. Я вот даром не возьму. Вот. Ну мы сейчас, если то ли тут походим по тайге и покажем вам, как поняга с грузом одевается. Третья ноги то нет? Ну да. Да. Для баланса. Ну это твоя поняга. Да. Сейчас я возьму. Все. И за тобой бегу. Все. Пошли мы. Побродим. Пойдем. Пойдем. Ага. Сейчас дядя Толя вам покажет как не говорит загружается на понягу. Ремни расстелились Мешок щетей Кладется Прижимается Притягивается Быстро и удобно Как одевается? Запоминайте Кто еще покажет вам? Что кинул? Перекинул Важный момент Нужно подкинуть Опа! Лямочка на колышек оделась И все, и готово Очень удобно Представьте, вы этот мешок в рюкзак бы колячили Да Ладно, мы пока карасями займемся Камней натаскали Сколько? Да, это мы натаскали камней 250 метров От реки С косы Вот вторая поняшка Конструкция Конструкция Точно такая Где ты такую рагулю нашел красивую? Я же потайне мотаюсь Постоянно смотрю У меня дома Есть запасная На грузовой Можно сделать Более-менее ровная Можешь забрать ее А ты же мне подарил понягу У меня есть Так я грузовую сделаю Маленькую не положишь Ага Красивая рагуля Вон какая А так мешок с карасями На поняку кладется А так Чтобы они никуда не поехали Притягиваются вместе с этим С горловиной Да Там караси Там не вещи, там караси Вместе с мешком Надо притянуть Вместе с мешком Это стропа Пожарников с вертолета Это Вот такая лента Выдерживает Человек Притягивает Пожарники мне Пропили Им давно Целый моток Хорошая лента Помаленьку Я повторюсь Это настоящая поняга Не декоративная На декоративной Так не получится Декоративная Это так для понта А это настоящая Именно для переноски Войлок В спину не тыкало Войлок А на той А на той Гондола Аппарат На воздухной Подушке Там тоже Крепкая Крепкая Уже через нее Не проткнет Ничего У меня на поняге Вот такая синяя Стоит Ну ладно Поехали Вот все Еще раз Смотрите как Одевается Поняга Оделась Лямочкой Перекидывается Вот Дырка И Наколыш Это по всей стране Северные народы Русские Все используют Понягу Нельзя сказать Что это Якутская Чукотская Экскимотская Это всенародное изобретение Ну все Вперед Из песни Ну все Мы пошли Вперед Из песни Запивай Дядя Толя Попадает Последний Уже Уже По Продолжение Продолжение Уже Уже Продолжение Пришло Как ты мне ее зацепила? Ничего не понимаю. Вон за ремень она зацепилась. О, ага. Вот тут вот. Сюда она проечеялась. Все. Как правило, у поняги имеются ремни, которыми и увязывается груз. Сверху на поняги оставляется колышек, за который осуществляется привязывание вещей. Погрузка вещей на понягу осуществляется в считанные минуты. Одна из лямок свободна и при надевании поняги прикидывается через плечо. И закрепляется на колышке снизу. Вот тут вот мне штуки вот эти вот мои. Не то что и рюкзаки, блять. Да не говори. Что хочешь, то и тащи. Да. Упал, сейчас раз, а с рюкзаком, блять, попробуй. Да, да. На второй шнур. Писую эти штаковки. Попадем нахуй на резинку. Ага. Я всегда буду. Ага. Сейчас дядя Толя привязывает лодку на вторую веревку. Это страховка. Чтоб в случае чего не остаться в тайге ни с чем. Подъем на крутой берег по крутому склону также осуществляется с помощью веревки. Это вынужденная мера безопасности, которая позволяет избежать неприятных несчастных случаев. У меня был пёс. Лодку привязываю. Ага. Вот на такой фал, блять, как палец мизиница. Ага. Он, сука, приходит на берег и откусил. Нифига себе. Он не один раз лодку отпустил. Хорошо она пошла в проток и на перекате мотором зацепилась. Вот и гад подсучит. Двое приехали в большой аракан. Ага. То есть на малый аракан здесь пост был. Лодки привязали. Вот смотрите. Ни одну чужую лодку не тронет, но её откусит. Вот гад какой. Так я тросик. Грызи, да? Он гад. Грызи, да? И там перекусил. Хорошо она не работала. Эту тропу протоптал и пропилил через тайгу дядя Толя. Ведёт она к Таёжному озеру, ещё не тронутому рыбаками. Он долго изучал спутниковые карты. Смотрел, какое озеро больше всего подойдёт для рыбалки. И выбрал это красивое таёжное озеро длиною около двух километров. Оul. Погода. Очки. Айтштейн. Чёрт. Кабан. Погода. Снимаем лодку. Вот это вот, потому что завтра каращи и вот это. Вот это вот, вот это вот, вот это вот. Вот это вот, вот это вот, вот это вот. Вот это вот, вот это вот, вот это вот. Сейчас дядя Толи увязал на понягу резиновую лодку и мешок с шутером-бутером. Попробуйте разместить это в рюкзаке. Ну что, я попер тогда? Не-не, давай я вот эту потащу, вот эту. Большую. Это легче? Да. Ну смотри, я потяжельщик, которую я понесу. Все хорошо. Ну как сказав, так и потащу. Вот на две поняги погрузили мы груз и сейчас потащим до реки. Вот от этого чудесного озера. Вон оно озеро большое. Огромное, два километра длиной. Не меньше. Угу. Там оно петляет еще. Так что все, поперлили. Пошли в дело отключает. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...